В первом. Показывают нам сейчас кадры с его тренировочного процесса. Действительно, через многое прошел этот парень. И были у него взлеты и падения. Но сегодня он уверен в себе, уверен в своей победе. Наверняка приготовил какие-либо сюрпризы для Василия. Хотя, конечно, хай-тека удивить чем-то крайне сложно. Будет многое повидал на ринге Ломаченко. Не зря его называли и Номасченко, и Матрицей. Но вот сегодня Ричард Коми попытается совершить апсет. На ваших экранах Ричард Коми. 30 побед, 3 поражения, 27 побед нокаутом. Представляет он Гану и, в частности, город Акру, столицу страны. Примечательно, что это слово Акра является производным от слова «мкран муравьи». 87-го года рождения, 34 года. 173 сантиметра его рост, 180 сантиметров размах рук. Работает он на «Слуги Беллой». Дебютировал Ричард в 2011 году. Первые 11 боев провел с бойцами с отрицательным профессиональным рекордом. Всех победил досрочно. В 2012 году вышел на бой с Крисом Хьюзом, у которого был рекорд 15 побед и 2 поражения. И его также победил без особого труда. В 2016 году встретился с не имеющим поражений на тот момент Робертом Истером, младшим в поединке за вакантный пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В близком бою победу отдали тогда американцу. В том же году вновь вышел на отборочный поединок с россиянином Денисом Шафиковым. И снова проиграл Ричард раздельным решением судей. В 2018 году ему выпал третий шанс побороться в претендентском бою с американцем Алехандро Луной, которого он победил нокаутом в шестом раунде. В феврале 2019 года в поединке за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе победил Исучу Ниева, отправив в нокдаун россиянина уже в первом раунде, а во втором завершив поединок. И в том же году он победил Раймунда Бельтрана. А в самом конце 2019 проиграл техническим нокаутом во втором раунде Теофимо Лопесу и потерял титул во второй защите. После этого провел поединок в феврале 2021 года с доминиканцем Джексоном Мариносом, которого нокаутировал в шестом раунде. Что касается стиля, Коми не особо любит пользоваться своей дистанцией, мы уже об этом говорили, больше уповает на свою мощь и плотные удары. Может пропустить, любит устраивать бескомпромиссные открытые бои. И вот он, хай-тек, матрица, лома, но Масченко. И я думаю, что сейчас еще и Волан-де-Морт от бокса. Именно такие прозвища носит этот 33-летний боксер Василий Анатольевич Ломаченко. Двукратный чемпион Олимпиад. Пекин 2008-го, Лондон 2012-го. Покоритель трех весовых категорий в профессиональном боксе. Полулегкого, второго, полулегкого и легкого. Боец из топ-10, паунд-фо-паунд и один из действующих лидеров легкого веса. 17 поединков за плечами, 15 побед, 11 досрочно и два обиднейших поражения. Первое было во втором поединке против Орландо Саллида. И второе было, как мы все знаем, от Теофима Лопеса и нагласным решением судей. Подписал контракт с топ-рэнк Боба Арума. И Боб Арум как раз гарантировал, что уже во втором бою сделает Ломаченко схватку за чемпионский титул. Ну и сейчас Ломаченко возвращается после победы над Масаёшем Наркатани в девятом раунде. This is Top Rank, presented by Hall of Fame boxing promoter Mr. Bob Арум. This fight is brought to you by Caesar Sportsbook and Boost Mobile. Scheduled for 12 rounds for the vacant WBO intercontinental lightweight title. Sanctioned by the New York State Athletic Commission Executive Director Kim Sumler. Your ringside physicians, Dr. Avery Brown, Dr. Michael Lenihana, Dr. Guilherme Lomas, Dr. John Nettiker, and Dr. Kevin Wright. Your time keepers are Lissandra Mendez and Yvonne Williams. Our judges at ringside, Eric Marlinsky, Tony Paolillo, and Tom Schreck. And the man in charge at the sound of the bell, Mr. Steve Willis. Now to everyone in attendance here inside Madison Square Garden. And to everyone watching on ESPN. This is boxing. This is Top Rank. And oh baby! This is the main event! 12 rounds for the WBO Intercontinental Lightweight title. Introducing first out of the blue corner. Presented in association with DiBella Entertainment. He weighed in at 134.2 pounds. Wearing white trunks with black and blue trim. He brings a record of 30 wins with only three defeats. 27 of those victories coming by way of knockout. He is the former lightweight champion of the world from Accra, Ghana. Richard R.C. Comey! Introducing out of the red corner. He weighed in at 134.4 pounds. Wearing black trunks with orange trim. He brings a record of 15 wins with only two defeats. 11 of those victories coming by way of knockout. He is the former featherweight world champion. The former junior lightweight world champion. The former unified lightweight world champion. The two-time Olympic gold medalist from Akkerman, Ukraine. Vasily Loma Lomachenko! Madison Square Garden заполнен до отказа, друзья. Главное событие сегодняшнего вечера. Василий Ломachenko против Ричарда Коми. И для одного, и для другого принципиальный поединок. Ну, Василий Ломachenko, конечно, является фаворитом. Но кто знает, сработает ли ударная мощь Ричарда Коми. Потому что мало кто, конечно, верит. Или же все-таки Василий Ломachenko будет тем самым Матадором, который заставит его проваливаться. Очень серьезно Ричард Коми отнесся к своим поражениям. Мы видели его реакцию. Считает он, что подвел свой народ, свою страну. И, конечно, будет работать до последнего. Да, и очень эмоционально, кстати, он это все воспринял. Ну, Анатолий Ломachenko, конечно же, присутствует в углу у своего сына. Александра Усика, кстати, мы не увидели пока. Не показали, но была информация о том, что он прилетает. Он будет там присутствовать. Итак, вот оно начало. Это первая секунда первого раунда этого 12-раундового поединка, который не факт, что пробиться всю дистанцию. Но кто знает. Мы знаем, что, как правило, первый раунд Василий не форсирует. Всегда присматривается к сопернику и начинает уже действовать со второго отрезка. Но давайте посмотрим, что будет здесь. Сейчас пока в центре. Да, и также, конечно, надо отметить, что Василий Маченко подвержен травмам. И, в общем-то, как мы знаем, самое опрометчивое решение выйти на Теофима Лопеса с травмой. Знаем, чем закончилось. Ну, также были у него и травмы после побед. Там, тем же самым Энтони Кролла, когда он пробил удар сильнейший левый. И, в итоге, ее тоже травмировал. Много, в общем-то, повреждений уже накопилось за всю карьеру. Василий, это то, о чем мы говорили. Воду любительской карьеры. С каким износом ты приходишь потом в профессиональный бокс. Бросается вперед сейчас Ричард Коми. Попытался пробить корпус. Но, конечно, Василий все вовремя увидел и ушел в сторону. Ну, и Коми, конечно, тоже понимает, кто перед ним. Сейчас он не будет использовать свой традиционный силовой навал. Вот это такое мощное давление. Но, мне кажется, только лишь на старте поединка. Только сейчас. Сейчас, с другой стороны, команда Коми тоже не может не понимать, что Ломаченко, он раскручивается. И ко второй половине боя становится еще более опасным. Да, и, конечно, фирменная комбинация Василия, левый по корпусу и правый боковой точно в голову, здесь прямо напрашивается. Но пока не включает работу. Да, ну и Ломаченко, плюс это всегда уходы, стремительные уходы из поля обзора своего соперника. И выбрасывает он огромное количество ударов из слепой зоны. И плюс, понятное дело, что Ломаченко будет здесь пытаться пробиваться на ближнюю дистанцию. И не факт, что Ричарду Коми удастся выбрасывать такие стоперы, которые Ломаченко будет держать на выгодной для Коми как раз дистанции средней и дальней. Но, в целом, Коми и никогда не славился как боксер, который любит удерживать соперников на расстоянии. То есть, он любит именно рубиться, любит устраивать бескомпромиссное сражение. И вот как сейчас он идет вперед, обрабатывает корпус. Большая часть, конечно, ударов мимо. Целем летит. Его как раз, да, начинает уже закручивать Василий Ломаченко. Соперник, уходя за его переднюю ногу. Здесь догнал тоже своим ударом. Раунд завершен. Итак, начало второго раунда. Поединок возобновляется. Встречаются боксеры в центре. И начинает с левого бокового Ричард Коми, но пока только по блоку. Василий проходит в ближний бой. Но ударов нет. Там был клинч. Очередное сближение. И снова клинч. Ну и в этом клинче, конечно, очень много сил будет терять Ричард Коми. Вот так пытаясь выбраться. Прихватил там, где нужно Василий. Грамотная работа. Хорошо, убрал корпус, сблизился, попробовал пробить по корпусу. И достал левой. Да, и при этом сразу разорвал дистанцию. Уходит сейчас на дистанцию. Коми попытался пробить через корпус. Не получилось. Да, и вот события ускоряются достаточно стремительно. Сейчас попал чуть ниже Ломаченко, куда-то в бедро. Ну и при этом отметим, насколько вкладывается мощно в удары Ричард Коми. Он по-другому, мне кажется, просто не умеет. Да, так оно и есть. Лома, Лома. Начинает кричать публика. И вот как раз Ломаченко показывает свои перемещения во всей красе. Сблизился, завязал соперника в клинче. Сместился, выбросил удар. То есть, когда ты просто не видишь вот эти вспышки, откуда они пролетают. Ну, настоящая матрица. Да, и как обычно, Василий начинает включаться со второго отрезка. Попадает сейчас левой рукой очень мощно. Снова клинч придерживает там Коми. Не успевает он за Василием Ломаченко абсолютно. Мне кажется, Ломаченко сейчас понял, что не стоит делать вот тех ошибок, которые он допустил в поединке с Теофимом Лопесом. Слишком поздно включаться. То есть, сейчас первый раунд был отдан под разведку. Присмотрелись. Поняли, что делать. И уже перешли на повышенный оборот. Да, но там ошибка была связана с тем, что была травма. Он говорил, что после пятого раунда он понял, что действительно нужно уже рисковать. И если вылетит плечо, то пусть вылетит. Будь что будет. Поэтому я думаю, что если бы не было той травмы, он бы включился гораздо раньше. Но это уже, конечно, разговоры в пользу бедных. 35 секунд до конца второго раунда. Остается пробиваться своими ударами сквозь защитные редуты Ричард Коми. Пока у него абсолютно ничего не получается. Ни одного точного, плотного попадания со стороны представителя Ганны мы не увидели. Василий все контролирует. А учитывая, какая выносливость невероятная у Василия, мы можем констатировать тот факт, что будет он работать так на протяжении всего боя и достанет. Есть! Догнал ударом! Так, что там? Ну, конец раунда просто. Да, я говорю, иди отдохни, сейчас тебе достанется еще следующий. Да, будь точен, говорят сейчас Ричарду Коми. Но вот этот идеальный момент, когда ты чувствуешь, когда вот-вот закончится раунд и не форсируешь события. То есть оставалось реально полторы-две секунды. И Ломаченко не стал сбежаться с соперника. Но мне кажется, его вели. То есть сложно так самому считать, сколько там остается до конца. А когда у тебя есть угол, и тебе подсказывают так. История та самая комбинация, целая серия ударов прилетела, и Коми был раскрыт. И в итоге боковой вдогонку заставил его отступить к канатам. Да, и дал возможность передохнуть. Коми. Поединок возобновляется, это третий раунд. Коми, конечно, держит руки теперь поплотнее. Но вот здесь попытался достаточно размашенно атаковать, но пробил в основном по плечам Василия. Снова клинч. Промахивается с правым ударом Ричард Коми. Да, даже поменял стойку, и было видно, что выводил, может быть, она потенциальный удар слева сбоку, но не стал его выбрасывать. Достаточно вязкий клинч, и Коми периодически держит Ломаченко за руки. Да, много грязной работы мы видим сейчас в этом отрезке, которая более выгодна Ричарду Коми. Да, ну и постоянные вот эти команды. Ричард, отпусти его. Да, насколько все-таки медленнее кажется Ричард Коми в сравнении с Василием. Просто на классе. Да, вот опять ужалил и сместился в сторону. Ну и Василий Ломаченко, да, он же заставлял соперников сдаваться именно, вот, как говорится, нокаут на табуретке, потому что мы просто не знали, что с ним делать. Да, но Масченко... Не зря его прозвали. Да, я помню тот же самый Николас Уолтерс, который говорил о том, что да я вот сейчас приду, да его срублю, потому что Уолтерса не зря называли дровосеком. В итоге, так же, как и все прочие, сидел на табуретке и говорил всем, что я не знаю, что с ним делать, просто не понимаю. А Гильермо Ригондо вспомним того же, двукратного олимпийского чемпиона, и сколько было прогнозов на его счет, но так же сослался на травму руки и отказался от продолжения боя. Шестой раунд, да, поединок в 2017 году. Два боковых ударов со стороны Василия точно попал. Ну и, кстати, раз ты Ригондо вспомнил, с Ригондо же там еще и сняты баллы были за удержание. Здесь вот не удивлюсь, если рано или поздно то же самое произойдет, если Ричард Коми продолжит это делать. О, хорошо как! Уклонился сейчас и выбросил этот правый прямой. Очень точный Василий Ломаченко. Да, невероятный получился удар, но попытался дальше развить атаку. Не получилось. Раунд завершен. Смотрим далее. Ну и основная команда Ричарда Коми была. Это просто расслабься и оставайся точным. Ну вот к конкурсу оставайся у меня как бы есть непонятки определенные. Он точен? А что бы ты посоветовал в такой ситуации Ричарду Коми, который уступает скорости своему сопернику, не может попасть, не может приложиться и стилистически прекрасно для Василия подходит? Наверное, только вот такие слова приходят на ум тренеру. На самом деле здесь Ричарду Коми нужно рисковать. Нужно откровенно подраться. Вот это бы я, наверное, и посоветовал. Да, то есть устроить именно такой уличный поединок. Ну, пойти ва-банк, да. То есть кто кого перерубит. С боковыми ударами. Настоящую драку. Но пока предпочитает Коми боксировать. И это, конечно, его главная ошибка. Да, то есть как раз он же может включить вот тот самый силовой навал такой и пойти по прямой, пускай, да, там, проваливаясь чуть-чуть, но зацепить попробовать Ломаченко. Потому что, как бы то ни было, у Личарды Коми тяжелый удар присутствует. Да, с боксером дерись, с бойцом боксируй. Сейчас отличная комбинация. В очередной раз от Ломаченко несколько ударов. Вот, да, и Коми теперь проснулся, где-то почувствовал все-таки момент, ухватился за вот эту возможность. Да, конечно, будут промахи. Оно и понятно. Ты боксируешь с Василием Ломаченко. Но нужно стараться, не просто перекрываясь, а отвечать на эти удары. Пусть и большая часть из них будет приходиться в воздух. Да, вот как сейчас, например, когда Ломаченко провел серию, пробил несколько очень точных апперкотов. Ну, одни из его любимых ударов, которые весьма часто доходят до цели. И потом дальше ушел. Коми попытался ответить, но все было по воздуху. Пропускает, пропускает сейчас Ричард Коми. Там и апперкоты, и боковые удары были в исполнении Василия. Остается меньше минуты до конца четвертого раунда. Все пока в одну калитку. Снова в центре. Но вот здесь не хватает Ричарду Коми атаки. Первым номером начать. Возможно, с боковых. Возможно, по корпусу стоит пробить. Да, и вот хорошо. Да, ему нужны сдвоенные атаки. Ему нужны серийные атаки, в принципе. Тогда у него есть хотя бы какие-то шансы. Пробивает двойку. Василий отступает. В этом раунде Ричард Коми смотрится лучше. Гораздо. И именно благодаря работе первым номером. Отдавать инициативу Василию ни в коем случае нельзя. Ну и вот сейчас Анатолий Ломаченко говорил о том, что нужна собранность, концентрация и легкость. И несколько раз это повторил Василию в перерыве. Также сказал, что очень хорошо проходит комбинация голова-корпус-голова и вблизи Ричард Коми теряется. Вот, да, всегда иметь такого специалиста, как Анатолий Ломаченко, у себя в углу. Который просто разбирает на атомы соперника. Разбирает ход течения поединка. Просто на микроэпизоды. И каждый из них готов рассказать, как будет действовать дальше. Это просто идеально такого человека иметь. Ну, поэтому мы и наблюдаем и Василия Ломаченко, и Александра Усика там, где они есть. Вот, кстати, пытается работать передней рукой сейчас почаще Ричард Коми, чтобы Ломаченко не так легко удавалось обходить и заходить за переднюю ногу. Включает правую сейчас Ричард Коми. Вдвойный джеб от Василия попадает точно. И буковой удар там был. Но Коми, кстати, начинает более-менее подстраиваться. Вот сейчас была длинная атака от Ломаченко. Если до этого Коми просто поднимал руки вверх и пытался принимать эти удары на блок. Сейчас даже убрал корпус, уклонился. Ну, в контратаке пока не успевает. Да, вот здесь ему нельзя отпускать Василия. Здесь ему нужно обрабатывать корпус, переводить на голову. Именно вкладываться в каждый удар. Ну, а мы видим, как работает здесь Ломаченко. Такую серию он провел по корпусу. Еще несколько ударов от Коми. Нельзя ему останавливаться. И давать возможность работать первым номером Василию. Да, вот хорошо опять через корпус. Отвлек внимание, пробил. Причем иногда Коми достаточно широко разводит локти. Что он, соответственно, напрашивается пробивать между этих локтей. Раздергивает передней рукой. Готовит атаку. И с левой попадает великолепно Ломаченко. Отличный ушел. Снова смещается, да. Да, этот момент также Анатолий Ломаченко отмечал, что не видит он вот этих смещений. Право-лево он прямо так и показал на пальцах, что нужно делать. Заходить за переднюю ногу. Активнее. И вот снова с левой руки достает Василий своего оппонента. И уходит из сектора обзора. Очень долго готовит атаку Ричард Коми. Стоит на выгодной для Василия дистанции. И не наносит удары. Одного выпада будет явно недостаточно. Нужны серии. Пока все. Один из советов, который Василий Ломаченко сейчас получил. Попробуй печень проверить. Потому что чувствуешь, вблизи пропускает. Сказал его отец. А мы смотрим. Уже шестой раунд. Скоро половина боя позади. Вот через корпус начинает работать Василий. И снова уходит на безопасное расстояние. Смещается с линии атаки. В правильную сторону уходит от сильной руки соперника, чтобы тот не включил правую. Промахивается. Коми. А Василий попадает. Есть атака от представителя Ганны. Попытался он пробить корпус и перевести на голову. Но пока вот эти удары все летят мимо, либо по блоку. То есть очень здорово Ломаченко подставляет локти, перчатки. Ну и сам под удары не подставляется, конечно. Да, вот опять очередная серия от Коми. И снова избивает он воздух. В отличие от Василия. Вот Коми пошел вперед. Вот это да. Вот это, пожалуй, его единственный шанс здесь, в этом бою, хотя бы что-то забрать. И посмотрите, как сместился грамотно Василий. Вышел из угла и тут же начинает окучивать своими ударами Коми, не отпуская соперника. Именно так должен был действовать и Ричард. Включает Коми правую, но снова мимо. Но здесь у Коми уже срабатывает привычка. Он как раз выбрасывает правую и остается. Причем очень не открывается под апперкоты еще. Широкой стойке работает. Да, да, да. Понимал центр тяжести сейчас, боец из Ганны. Снова по корпусу пробивает Василий. Отличный удар. Но продолжения нет. Отходит назад. Снова выцеливает. И апперкот мимо. От Ричарда Коми остается буквально минута до конца шестого раунда. Очередное попадание. Стороны Ломаченко. Клинч. Бросается вперед Василий, но натыкается на боковой удар. От Ричарда Коми было неплохо. Но не хватает повторной атаки и продолжения. И вот мне очень нравится, как Ломаченко работает из щелнока. Сблизился. Причем несколько раз Ломаченко еще поменял стойку. Потом пробил апперкот. Разорвал дистанцию. Снова вернулся в свою привычную стойку левши. Да, Василий все контролирует. В целом поединок идет по тому сценарию, который он изначально запланировал и задумал со своим отцом. И все получается. Конечно, есть несколько пропущенных ударов. Их не может не быть. Но в целом Ричард Коми для него понятен. Смотрим повторы прошедшего раунда и ждем начало следующего. Уже седьмой. Да, и постоянные команды от рефери. Аккуратнее в клинчах и аккуратнее в движении головами. Ну, потому что, когда боксирует правша с лучшой, столкновения головами бывают очень часто. Продолжается поединок. Снова в центре. Ричард Коми выбрасывает джеб. Промахивается с правым кроссом. Василий уходит на безопасное расстояние вновь. Снова промах от Ричарда Коми. Но Ричард должен был готовиться к таким промахам. Он должен был понимать, что большая часть его ударов будет мимо кассы. Тем не менее, он должен был надеяться именно на одно такое хорошее точное попадание. А попадает на самом деле Василий. Зацепил он Ричарда Коми и старается развить свой успех. Да, и сейчас как раз Коми вынужден... Я не успел договорить, и Коми упал. Вынужден был защищаться и терпеть вот эти удары Ричард Коми. Сейчас, находясь у канатов, но четко в подбородок зацепил его Василий Ломаченко. И Коми потерял равновесие. А еще больше половины раунда. Что-то там успевает сказать. Ну да, рискованно, потому что... Ну мы же помним ситуации, когда боец отвлекается. И здесь могло все быть очень-очень странно. Возможно, он, кстати, сказал секундантам Коми, спасите своего бойца, выбросите полотенце. Они, наверное, с этим не согласились. Во всяком случае, мне так кажется, что еще... Еще один боковой пропускает Ричард Коми. И здесь включается Ломаченко, переходит опять... И подкосились, подкосились ноги. Куда отступает назад сейчас Ричард Коми. И еще раз Василий обратил внимание на угол. Показал, смотри, что происходит с твоим боксером. Бой уже закончен. Это такая интересная психологическая игра, в общем-то. Действительно, конечно. Ну а Ричард Коми, кстати, выживает. Да, держится, прихватывает руки Василия. Идет в атаку вперед. Вот Ломаченко все еще не восстановился. Коми его болтает, пропускает несколько боковых. Отлетает назад сейчас Ричард Коми. Роскошная серия. Зажат в углу, не включается Василий Ломаченко. 30 секунд до конца. Завершит ли поединок Василий в седьмом раунде. Еще одно точное попадание с левой руки и боковой. Коми отвечает джебом. Пытается клинчевать. Прихватил руку. Василий выбирается. Еще одно сирие. Коми просто на характере сейчас действует. Просто такое ощущение, что вот, да, хотя бы чуть-чуть зацепить вот этого стремительного парня. Раунда терпел до конца раунда. В углу Ричарда Коми сейчас говорили о том, что если продолжит он пропускать столько ударов, поединок будет остановлен. И просто тренер не позволит продолжать. И также призывал его не оставаться на линии огня, уносить серию и уходить на безопасное расстояние. Да, и сейчас важный был момент. Представители медицинской комиссии подошли, сверились о состоянии Ричарда Коми. Но при этом, кстати, у Коми в углу спрашивали, ты будешь продолжать? Коми настоящий боец, мужественно сказал, да, конечно, я не собираюсь сдаваться. Промахивается в очередной раз Ричард, да, ну, ему бы раунд взять передышки какой-то, просто подвигаться, отстояться. Но Ломаченко ему этого, конечно же, не позволит. Но потрясение было достаточно сильное. На повторе мы могли видеть как раз, что и попадание было мощное, и там вот такая вот скручивающая сила, направленная в сторону подбородка Ричарда Коми, была немаленькой. Сумел ли восстановиться Ричард Коми? Большой вопрос. Но Коми старается сейчас держать Ломаченко на джебе, которая, конечно, достаточно утопично выглядит в его случае. Пропустил он сейчас левый кросс. И перекрывается прямо очень плотно блоком. Да, он понимает, что в затруднительном положении оказался. Но сейчас, наверное, этот раунд стоит ему думать о защите в первую очередь. Пытался включить правую. И боковой Василий отбрасывает просто на несколько метров Коми. Отступает Василий, вытягивает на себя, достает передней рукой. И какая великолепная работа ног. Не зря в детстве занимался танцами. Вот сейчас действительно просто танцует вокруг своего соперника Василия Ломаченко. Работает вообще на выбор. Снова несколько джебов от Коми. Но все по блоку. Кричат при этом из угла Василия. Качай, качай. Потому что он начал немного забывать. Убирать корпус, линии атаки. Ну, почувствовал кураж уже, конечно же. Но Коми по-прежнему может все-таки ударить, как мне кажется. Потому что он удар справа приберегает, как мы видим. Столкновение головами сейчас было достаточно неприятное. И удар ниже пояса. Да. В одно и то же время сейчас. Два запрещенных действия. Но, тем не менее, Ломаченко готов продолжать. 30 секунд до конца восьмого раунда. Коми выбрасывает правую по корпусу. Не достает. Ну, здесь, мне кажется, в этом раунде Ломаченко соперника чуть-чуть отпустил. То есть он не стал форсировать события. Ну, а он отпустил его еще в предыдущем раунде. Он мог добить. У него была на это возможность. Он не стал этого делать. И вот сейчас налегке проводит этот отрезок. Восьмой раунд. Боковой удар. Сейчас апперкот. Неплохая серия от Коми. Но все по блоку. Раунд завершен. В углу к Катманам, кстати, у Василия Ломаченко трудится Русангер. Достаточно давно он работает и с Александром Мусиком, и с Василием Ломаченко. Личный специалист. И вообще, в принципе, по жизни классный дядька. И один из руководителей компании «Райвал», который перчатки делает. Довелось бы с ним как раз пообщаться перед боем у Сигаси. Ну, давно в боксе достаточно. А мы смотрим с вами девятый раунд. И говорили Ричарду Коми о том, что не застревай. Все, что он делает, это смещается по сторонам, закручивает и потом работает своими апперкотами. Просто ждет, когда ты остановишься. И вот ростостная серия от Коми сейчас. Действительно здорово. Причем несколько раз попал как в корпус, так и в голову. Перевел Коми. Было здорово. Но таких серий нужно больше. Представителю Ганы. Я сейчас смотрю текстовую трансляцию на одном из английских сайтов. И там просто промежуточные результаты. И только первый раунд независимый рефери дал Ричарду Коми все остальные раунды за Ломаченко. Ну можно, наверное, еще четвертый раунд отдать Коми. Там неплохо он действительно смотрелся. Но исключительно из-за того, что просто Василий решил отбегать, отдать инициативу на какой-то момент. Да, ну это просто, скажем так, занимательная статистика. Потому что, естественно, все эти независимые рефери и мнение журналистов, они не имеют ничего общего с тем, как видят поединок судей, которые там присутствуют. Но то, что, как бы, вряд ли действительно Коми забрал больше одного раунда первого, да, здесь это точно. То есть это не факт даже, что и первый забрал. Снова обмен в центре. Не достает Коми. Включает правую. Интересно, закручивал сейчас Ломаченко. Удар у него получился как-то изнутри наружу чуть-чуть. Передней рукой. Вот Коми хватило на одну небольшую серию на старте этого раунда. Дальше опять перешел к позиционной борьбе. Ну и вот сейчас включает левую здорово Василий. Временами просто невероятно взрывается. Пригнул он Коми сейчас вниз, да, и теперь сам уже пошел против правил. Не попал там Василий Ломаченко. Промахивается и Коми со своим боковым ударом. Хорошо сейчас было, но рефери делает замечание. Кстати, вот такой тревожный момент, да, два нарушения от Василия Ломаченко за короткий промежуток времени. Удар после команды был. И там, когда он соперника явно пригибал вниз. Вдвойный джеб от Коми. Ух, завалился Коми вперед и был тут же наказан Василием за это. Да, поплатился. Боковой удар от Василия. Раунд завершен. Ну что ж, все складывается в пользу Ломаченко. Довольно-таки спокойно, но уже, наверное, речи о нокдауне пока не идет. Ну, мне кажется, вот пока это очень правильная ремарка. Не всегда хорошо слышно, что говорят из фидуи. У тебя было несколько хороших моментов, когда ты отвечал на атаки. Джеб, правая рука, правая рука и апперкот на сейте удары. Да, ну а здесь, собственно говоря, левый, правый и левый подкидывая. Вот так вот, как Ломаченко сказал. Взятый раунд уже. Да, поединок возобновляется. И на удивление сейчас к этому моменту старт такой больше плавный был. Потому что обычно у нас начало раунда началось очень стремительно. Начиная со второго. Ну и очевидно, что Василий не ставил перед собой задачу во что бы то ни стало завершить поединок досрочно. Да, потому что у него уже был момент, и он мог его использовать, но не стал он этого делать. Ну, знаешь, меня очень впечатляет Ричард Коми, если честно. Потому что при всех вводных он продолжает работать. Он не сдается морально, именно, да, и несмотря на то, что ему было невероятно тяжело, он пытается следовать своему плану. Пускай он даже и в какой-то степени уже выглядит обречен. Да, но ведь этот план работает именно благодаря тому, что Василий просто не включается на полную. То есть это очевидно, что Василий дает возможность Коми восстановиться всякий раз после своей атаки. И также заметно, что Василий может работать гораздо активнее. Он может полностью захватить инициативу и уже работать первым номером. Но здесь скорее просто старается не выкладывать все карты на стол сразу же. Вот Коми убирает голову, да, несколько раз, кстати, убирал голову от потенциального удара слева. И вот сейчас, да, возвращает он удары. Снова серия. Промахивается Коми. Включает левую Василий. Но, конечно, надо отметить, что Ломаченко своей огневой мощью просто подавил практически всю инициативу от Ричарда Коми. И как только вот Ганец пытается хотя бы чуть-чуть активизироваться, Ломаченко сразу же переходит на передачу повыше. Опять накидывает несколько ударов, заставляя Коми находиться где-то вот в одном и том же диапазоне. Коми идет в атаку. Снова в центре. Правую руку подключил, но мимо вновь. Несколько джебов. И пропускает двойку. Хороший, хороший прочный удар. Забивает при этом хорошо по корпусу сейчас Коми. Достал Василия Ломаченко. Да, вот все-таки вот эти неудобные углы атаки от Ричарда Коми, они периодически даже такому специалисту и Василию Ломаченко не всегда поддаются. Ну вот, да, серия. Такая серия. Здорово. Василий действует сейчас. Причем между рук. Там несколько ударов нанес. И 10 секунд до завершения и этого раунда также. Еще один боковой бой. Здесь Коми прямо на него нарвался. Рискнул защищаться с опущенными руками. И пропустил удар. Отправляются бойцы передохнуть. Вот он, как раз, да, долго я ждал, когда же его покажут. Александр Усик. С Сирсоной. Чемпион мира. В тяжелом весе. Да, ну и публика, конечно, Александр Усика очень тепло приветствует. Ну, кстати, Усиков Юри здесь сейчас на арене, как оказывается. Усиков Юри был сюрпризом Боварова. Может быть, уже улетел. Ну, я не думаю. Ну, что-то ты бы улетел с боем, Василия Ломаченко. От Фьюри можно ожидать чего угодно. Этот, да, этот парень может. Ну, знаешь, вот смотрю и понимаю, что глобально Ломаченко сейчас действует, как и в каждом своем поединке. То есть вот эти его фирменные фишки, они здесь по-прежнему срабатывают. Вот закручивание, о чем мы говорили, уникальная работа на ближней дистанции. Огромное количество ударов сразу с апперкотами, с боковыми. А зачем что-то менять, когда это работает? У него все получается. Он перебивает соперника и выигрывает бой. Для чего что-то менять, что-то новое придумывать, когда нет ответа даже на этот вопрос у Ричарда Коми? Да, Ричард Коми выживает. Да, несколько раз он действительно здорово попал, но таких атак-то было совсем мало. И определенно для победы этого недостаточно. Ну, выживает, я, кстати, скажу, Коми достаточно уверенно все-таки. Здесь сила характера, она как раз компенсирует какие-то недостатки в его технике и скорости. Еще одна серия от Василия. Снова попадает передней рукой. Включает правую Коми. Кстати, хорошо убрал, да, и вот заработал корпус у представителя Ганы. Ну, ненадолго, да, вот как только он встал, опять же, ему очень часто говорят в углу. Не застревай перед соперником. Как только ты застреваешь, Комаченко сразу включается. Да, и вот здесь явная иллюстрация. Убрал корпус, да, поработал. Комаченко даже выложил разорвать дистанцию, но Коми просто встал как столб и пропустил удар. Правый боковой. Коми идет вперед. Достает передней рукой, включает левую сейчас Василий. Здорово получилось. Он пытается порубиться сейчас Коми. Нанес удар по корпусу. Вот он прячет его. Вот такой у него длинный апперкот получается в туловище. Ходит в сторону. Смещается Василий. Да, почувствовал, что Коми начинает поддавливать. И его Маченко сразу предпочел разорвать дистанцию. Коми стоит в центре. Уже не так идет активно вперед за соперником, как и раньше. Но при этом и центр не отдает. Пропускает боковой удар сейчас от Василия. Еще одна серия. Как будто болтанул Коми. Василий. Вот давайте смотреть дальше, что будет еще. 40 секунд боксировать. Еще одно попадание от Василия Ломаченко. Но не развивает он атаку. Понимает, что Коми все еще опасен. Ну, здесь по блоку вся атака вот Ломаченко. Коми успел перекрыться. Отскочил канатом. Левый боковой. И очередные 10 секунд. И впереди все. Три минуты было времени. И смотрите, что Коми делает сейчас в концовке этого раунда. Но взял паузу. Ну что ж, несколько раундов действительно были конкурентными, прямо скажем. Смотрим пока повторы. Ну, здесь, да, пытался, кстати, разбить блок своими ударами Василия Ломаченко. Но здесь не так много было точных ударов. И плечами довольно неплохо Ричард Коми перекрылся, как мы видим. Пытался ли послушать, что здесь скажут. Ну, конечно, в углу у Ричарда Коми более нервная обстановка. Валерий Ломаченко советовал сыну выводить себя на мощный апперкот. Посмотрим, будет ли это здесь реализовано. Да, и не бросаться на соперника. Ну что ж, смотрим. Заключительный раунд. Будет ли стараться Василий Ломаченко завершить поединок досрочно? Все для этого у него было. И что покажет в этой связи Ричард Коми? Промахивается сейчас представитель Ганны. Да, ну, такие кошки-мышки играет Ломаченко сейчас соперником. Вот опять заставляет пробивать соперника по воздуху. Ну, Коми еще достаточно много сил надо отметить. Потому что, во-первых, тот ущерб, который он принял на себя. Во-вторых, то количество ударов, которым просто не довел до цели. И должны были вымотать. И любого другого бы уже вымотали давно. Руки бы не летели, ноги бы давно встали. Коми, конечно, еще в середине боя где-то присутствует. Конечно, не в той середине боя, когда он улетел в нокдаун. Но по физическим кондициям я имею в виду, в первую очередь. Да, невероятно выносливый парень. Пропускает удар при этом по корпусу. Но отвечает, отвечает, пустив блок. Тем не менее, не оставляет атаки без ответа. И посмотрите, какие боковые от Ричарда Коми. Да, и перехватил сейчас как раз Ломаченко. Выбросил вот тот самый апперкот. И при этом Ричард Коми успел перехватить атаку. Пробил хороший боковой. По корпусу пробивает уже несколько раз. Василий Ломаченко прикормил соперника. Возможно, будет переводить на голову. И переводит двойка роскошная. Полторы минуты до конца этого поединка. Снова включается в работу рефери. Пытается отвечать Ричард Коми. Аперкот. И вновь по корпусу пробивает Василий. Здорово. Проходит атака. Руки на месте, кричит Анатолий Ломаченко. Два боковых от Коми. Он старается отвечать ударом на удар. Он все еще в этой битве. Все еще бьется за победу. За весь свой ганский народ. Как он это говорил. Да, и вот сейчас хорошо пробил. Достаточно мощный удар. Ну, вкладывается в каждый из них Ричард Коми. Пропустил. Пропустил несколько боковых. И повалился на соперника Ричард Коми. Ему очень тяжело приходится. Но он терпит. Знаешь, ловлю себя на мысли, что не хочется смотреть, как этот поединок заканчивается в борьбе. Хочется все-таки увидеть, как эти парни боксируют. Да, высококлассный бокс. И вот сейчас достает Василий левым кроссом. А Коми понимает, что нельзя ему оставаться у канатов. И сразу при первой же возможности делает шаг вперед от них. Все. Заключительные 10 секунд этого прекрасного поединка. Два боковых удара от Василия. Еще одно попадание. Но Василий отпускает. Посмотрите. В очередной раз Василий Ломаченко отпускает соперника. И, конечно, реакция Стива Уиллиса. Но очень харизматичный рефери. И она тоже была великолепна. Он посмотрел назад на Ломаченко. На Коми опять назад. На хрометриста. Я говорю, что происходит вообще? Почему Ломаченко делает шаг назад? Почему эти парни не боксируют? Да, действительно. И в конце, когда уже прозвучал гонг, тоже подошел к боксерам. Дескать, вы хотите еще? Я тоже. Я тоже не против. Ну, вообще, да. То есть очень здорово, что здесь все трое людей, которые присутствовали внутри канатов. То есть и два боксера и рефери, конечно. Они, ну, каждый по-своему сделали куединок очень ярким и красивым. Ну что ж, ждем мы официального судейского вердикта. Вот кто-то тут еще камеру оператора протирает. Вот тоже. От жары она подзаботела чуть-чуть. Ну и интересно услышать итоговый счет. Будет ли это абсолютный разгром? Или все-таки Коми тот самый первый раунд, который ему отдают английские репортеры, забрал? Ну что, какие предварительные выводы можем мы сделать в том, что здесь мы с вами увидели? Я думаю, что бесспорно Василий Ломаченко одержал убедительную победу в этом поединке с Ричардом Коми. Возможно, эта победа не такая убедительная, какая была у Деофима Лопеса над тем же соперником. Но мне кажется, и не было такой задачи. Да, уже такая задача и не стоит. Во-первых, не будем забывать, что Лопес потерял все свои пояса. И уже, как таковой, этот поединок Василию не нужен. Потому что мы знаем, что Василий преследует свою главную цель стать абсолютным чемпионом мира. Он этого жаждет. И не важно, кто будет его соперником. Будет это Камбосос, или какой-нибудь Хейни, или Райан Гарсия. Абсолютно не имеет никакого значения. То есть парень с поясом, да, в первую очередь. Главное титул. И Василий к этому идет. Боб Арум, как мы видим, вышел как раз сейчас тоже в ринг. Да, и говорит сейчас Ричард Коми, что есть какие-то проблемы у него с глазом. Смотрел на рефери. Но при этом улыбается, да, то есть какой-то трагедии здесь мы не видим всего. Но он прекрасно понимает, с кем он боксировал. И, в общем-то, Ричард Коми сегодня показал, ну, если не идеальную, то достаточно хорошую версию себя. Достаточно качественную. Показал действительно характер и смотрелся до конца в этом поединке. Шел до конца и не уходил только в защиту. Старался отвечать ударом на удар. Конечно, ему было невероятно тяжело. Конечно, мы понимаем, что Василий соперника не добил. Хотя имел все возможности на это. Но он не стал этого делать ни в двенадцатом раунде, ни раньше. Знаешь, мне кажется, все-таки просто Ричард Коми это не танк Тэвис. То есть вот Ричард Коми это настоящий такой-то работяга в ринге, который, ну, в общем-то, вызывает достаточно позитивные эмоции. Потому что, ну, Джилон Тэвис умеет, собственно говоря, создавать себе ненависть и, в общем-то, от этого подпитывается. Ричард Коми абсолютно другого склада человек. Он действительно болеет боксом, болеет за вот тех самых ганских детей, которым он мог помогать, находясь в статусе чемпиона. Я думаю, кстати, что без статуса чемпиона он тоже будет по-прежнему им помогать. Но и поэтому, наверное, знаешь, это хорошо, что закончилось недосрочно для Коми, потому что, ну, понятное дело, да, здесь один был, ну, явно лучше другого. Но было бы, наверное, грустно, если бы Коми проиграл, потому что парень хороший. То есть ты думаешь, что танка Василий бил бы с большей артой? Я надеюсь на это даже. Честно тебе скажу, потому что ему не мешало бы. Да, не пугайтесь, это не ничья, это просто приветствие обоим. Аплодисменты. Итак, решение. Тони Пайолило has the bout 1.17, 1.10. 117, 110. Эрик Мерлински и Том Шрек both score the bout 1.19, 1.08. Единогласным решением Василий Ломаченко одерживает победу. Даже больше раундов один из судей отдал Ричарду Коми, соответственно. Ну, а двое других, действительно, один раунд ему и отдали. Скорее всего, это был первый раунд. Собственно, все справедливо. Действительно, Василий Ломаченко был наголову выше своего соперника в классе. И он это продемонстрировал абсолютно в каждом раунде. Прекрасный бой показали оба. Было интересно, было драматично местами. Ну, и уж точно не скучно, надо отметить. Ждем, что скажут оба. Расстроен, безусловно, Ричард Коми. Не получилось показать все, на что он рассчитывал. Ну, и понятно, это бокс. Так бывает. Нужно сделать выводы и идти дальше. Смотрим наиболее яркие моменты данного противостояния. Вот момент, когда Коми отлетел к канатам. Первый тревожный звонок был. Но не забывал регулярно Василий Ломаченко обрабатывать корпус своего соперника. Да, и вот здесь, в общем-то, эпизод, который можно пересматривать и пересматривать. Очень точное попадание и очень серьезное сотрясение, кстати. Вот, из этого ракурса хорошо было. Это мне очень специально. В седьмом раунде он тебя уронил. Что тебя, собственно говоря, держало здесь. Говорит, я бьюсь за страну, за своих людей. И поэтому я просто не мог сдаться. Да, и, в общем-то, толпа болела за Ломаченко, но при этом и ты заслужил ее уважение. Я просто не видел удара, да, тот в том раунде, когда я улетел в нокдауне, просто что-то под градом отвернулся, пропустил, да, и непонятное дело, что падаешь от того удара, который не видел. И я горжусь своими людьми, я их очень люблю. Я сейчас единственный, кто представляет их здесь, на ринге. Я в порядке, я буду продолжать. Каков твой следующий шаг-то? Да, и их, кстати, тоже чемпионских амбиций, себя Ричард Коми не снимает, будет продолжать. Да, хочет стать двукратным чемпионом мира. И вот как раз по поводу седьмого раунда, когда Василий обратился к тренеру. Василий – великий чемпион, да, Ричард Вуэль. Я не мог это остановить, это бы значило, что я забрал его гордость. Я сказал ему, поднимайся, соберись, не допускай ошибки больше и продолжай работать. И вы увидели, что он прошел все 12 раундов. Кто-то просил его устроить на тащу драку. Да, ты сказал, ты сказал, будь умным, не боксируй. Да, и если он не останавливался, у Ричарда были, конечно, моменты, когда ему много удавалось. Но, еще раз надо отметить, Василий – фантастический боец. И они показали сегодня невероятный бой. Я, кстати, согласен. Классный бой, да. Да, ну и теперь, конечно, что скажет Василий Ломаченко. Это бой прошел всю дистанцию, но оказалось, что в седьмом раунде ты все можешь закончить. Я видел его ситуацию. Я знал, что ему тяжело. Поэтому я обратился к тренеру и сказал, останови бой. Но он, да, настоящий воин, у него сердце бойца. Да, и в итоге мы подарили людям 12 раундов. Что это значило? Что эта победа для тебя значила? Ты работал по корпусу много. Да, всегда нужно работать по корпусу. Всегда нужно использовать этот удар. Пятый раз ты здесь дерешься на Мэдисон-Сквер-Гарден. Как ты себя чувствуешь? Что это за ощущения? Спасибо всем. Это невероятное ощущение. Ты хотел доказать сегодня, что ты лучший легковес. Чувствуешь, что получилось? Я говорил, что не люблю разговоры о себе. У нас много достойных, великих бойцов в этом дивизионе. И я думаю, что впереди нас ждут немало великих боев. Комбосис говорил, что я хочу посмотреть, на что способны эти ребята. Хейни, Танк. Как ты думаешь, ты именно тот, кто заслуживает боя с этим парнем? Да, конечно. Я думаю, какого ответа еще они ожидали. Если Бог наградит меня этим шансом, я им воспользуюсь. Бог дал мне этот талант. Я хочу поблагодарить свою команду, своего тренера, своего менеджера Эгиса. Моего промоутера, конечно, да. Всю команду в топ-рэнк. И, конечно, Расс, конечно, для тебя тоже. Большое спасибо. Да, Расс, Амберус, спасибо тебе тоже большое. Спасибо большое за все, кто поддерживает нас. А вот там, кстати, Усик пришел. Ты поедешь в Австралию, да, подерешься с Комбосом, да? Я поеду куда угодно. Куда угодно, да, конечно. Дэвин Хейни говорит, Юпитер, ты поедешь дальше? Я могу поехать дальше. Да могу даже и дальше. There you go. So, Василий Ломаченко, you usually take, say, it takes me two rounds to figure out an opponent. Обычно у тебя занимает, ты говоришь, что занимает два раунда, чтобы разгадать соперника. Сегодня было дольше? Сколько тебе заняло, выясните, с оппонентом? Два раунда? Да, около двух раундов, да. Да, около двух раундов. Спасибо большое. Мы надеемся увидеть тебя скоро. Надеемся увидеть тебя скоро. Спасибо тебе, Василий. Боб Арум сказал, что Шакур Стивенсен следующий. Как ты думаешь? Да, я остаюсь в этом весе. И, как я сказал, моя цель – это четыре пояса. Я все их хочу. И, соответственно, в общем-то буду боксировать здесь, пока этого не добьюсь. Ну что ж, друзья, вот таким получился вечер профессионального бокса на Мэдисон Сквергарден в Нью-Йорке, который для вас прокомментировали Роман Гришин и Давид Кучешвили. Смотрите наш телеканал, болейте за наших ребят, не забывайте заниматься спортом. И до новых встреч. Ну а хотите обсудить, подписывайтесь на наши инстаграмы – давбоксер и гришин.рокс. Ну и, как обычно, болейте боями и побеждайте достойно. Счастливо, пока.